Всем привет, друзья! С вами Беркли, а в этом видео Grand Theft Auto 5 я покажу вам как установить кастомные колеса в GTA, именно GDM Rims Pack способом аддон. Есть и другие способы, которые я покажу немножко позже, мы сегодня будем устанавливать способом аддон, таким же как и устанавливаются автомобили. Ну а для начала давайте проведем итоги предыдущего розыгрыша на кастомную футболку. Данный розыгрыш проводился именно под этим видео, у нас здесь 85 комментариев, копируем ссылку на данное видео и вставляем ее в рандомайзер. Вставляем ее сюда, генерировать и генерируется победитель. И победитель у нас ЦМЕФ, мне бы кастомную одежду. Поздравляю, ты как раз выиграл свою кастомную одежду, я отвечу тебе в комментариях, также ты можешь зайти в мой дискорд и связаться со мной. Ну и следующий розыгрыш будет проводиться именно под этим видео, который вы смотрите прямо сейчас, пак автомобильных дисков. Пишите комментарии под данным видео и у вас будет возможность получить любую кастомную одежду для GTA 5. Ну и давайте перейдем к установке. Для начала скачиваем сам GDM RIMS Pack, скачиваем его с этого сайта, нажимаем загрузить. Также потом скачиваем Simple Trainer, он нам понадобится для того, чтобы заспаунить колеса. Скачиваем отсюда тоже, если у вас нету numpad, потому что здесь управление numpadом, скачайте fix. Там есть тоже инструкция, как это все установить. Здесь без numpad, то есть для ноутбуков. Скачали мы это, потом Open4 скачиваем, также скачиваем ScriptHook 5 и ScriptHook 5.NET. Вот за 6 ауста я буду скачивать .NET, потому что там нету такого окошка. Вот он за 6 ауста, открываем и загружаем его. Ну и также скачиваем GameConfig для всех версий, там есть архив, здесь все версии собраны. Загружаем тоже и PackFileLimitAdjuster и HeapLimitAdjuster. Вот HeapLimitAdjuster тоже. Вот эти вот два файла, здесь нажимаем Download Zip. Эти два файла PackFileLimitAdjuster и HeapLimitAdjuster нужны только для Steam версии. То есть если вы на Steam поставите GameConfig, там нужно будет поставить позже и PackFileLimit, и HeapLimitAdjuster. Поэтому я их показываю сейчас в видео, как их устанавливать. Скачали мы все файлы, переходим к установке. Нажимаем Показать папки и открываем корневую папку из GTA 5. Flash, Steam Library, Steam Maps, Common GTA 5. И вот она, ребята. Сначала устанавливаем самые легкие файлы. Это у нас ScriptHook. Вот он .NET. Нет, это обычный ScriptHook. 1.8.dll сюда копируем папку, где находится Erlik, наша GTA, вот сюда. И ScriptHook.dll тоже копируем. Потом копируем .NET. Вот эти вот 4 файла перебрасываем тоже сюда. Все туда, где Erlik, GTA. Потом сюда же копируем Trainer5. Это Simple Trainer. Вот эти вот два файла только копируем сюда тоже, где есть ScriptHook. Также можем удалить их, те, которые мы уже установили. Далее перебрасываем таким же образом пакфайл LimitAdgeistr. Туда же, где раньше, заменяем. Потом HipLimitAdgeistr. Открываем эту папку. HipAdgeistr, Build, Bin, Release и вот эти вот 4 файла. Перебрасываем их сюда. Я заменяю, потому что у меня там выставлено максимальное ограничение. Вы просто скопируйте или замените, как вам больше подойдет. Тоже можем найти два файла удалить. И видимо остались только 3 файла, которые нужно установить с помощью Open4. Папку из GTA можем закрыть. Напоминаю, все мы это копировали туда, где находится ярлык нашей GTA. Закрываем и запускаем программу Open4. Обезетуб нажимаем. Здесь нажимаем выполнить в любом случае. Это программа Open4, она безопасна. Нажимаем выполнить в любом случае. Русский продолжаем. Принимаем все условия. Скачиваем 26 мегабайт, 29 мегабайт файла. И устанавливаем данную программу. Я не скачу, потому что долго это будет скачиваться. И запускаем нашу программу Open4. Нажимаем здесь Windows. И после запуска, когда она у вас запустится, вам нужно будет указать путь к вашей GTA. И когда вы укажете путь к GTA, там будет также написана версия такая. Или же версию вы можете посмотреть при запуске самой GTA. Будет написана сборка. Я пользуюсь Steam версией, поэтому показываю сейчас на Steam. Для своей версии вы должны по сути знать, какая у вас версия GTA. Заходите в GameConfig. Здесь Older Version. Это все версии, которые старые. Вот они. Там другие. Я захожу в 1860. Потому что это Steam версия. Копирую 5x Traffic, 5x Pets. Распакую его сюда. Закрываю. Тоже удаляю этот архив. Потом сразу же в Open4 захожу. Вот так вот нажимаю редактирование. Нажимаю да. И инструменты. Asim Manager. И здесь у вас должно быть все установлено. Если что-то не установлено, то нажмите установить. Иначе мод не будет работать. Не заспавнится. Там нажмите. Также если будет спрашивать редактировать папки mods. Да, нажимаете. И нажимаете закрыть. Потом переходим по следующему пути. Заходим в папку mods. Если она у вас есть. Если нету папки mods, заходите по этому пути. Update. X64. DLC. Pax. Заходите в любой архив. Допустим. Копируйте его в папку mods. Создалась папка mods. Видим. Нас принесло туда. Нажимаем. Видим уже здесь. Нажимаем mods. Update. X64. DLC. Pax. И у вас будет тот один архив. У меня больше, потому что у меня модов здесь, видите, сколько. И сюда нам нужно скопировать по этому пути. Нужно установить GDM. Если он не открывается, вот так вот. Нажимаете 7zip. Скачиваете данную программу. Открыть архив. И копируете вот эти вот два файла. GDM и Redmi. Перебросили вот так. Закрыли. Удалили архив, который распаковали. Заходим в Open4. GDM RIMS. Просто перебрасываем сюда. По этому пути. Вот он. Видим он сюда скопировался. Он просто так копируется, что нет никакого окошка. Я вам сейчас его покажу, где он. Он в самом низу где-то. Вот. Скопировался. Свертаете вот так вот это все. Заходите. Потом опять-таки в Update. Update RPF. Нажимаете копировать или показать папки mods. Я нажимаю показать, потому что оно у меня уже скопировано. Common Data. И сюда нам нужно скопировать строчку, которая указана здесь в Redmi. Переходим ниже. Сюда. И вот она та строчка, которую написал автор данного мода. Копируете ее. И вставляете ее сюда. Сейчас открываете здесь DLC list. Нажимаете на него редактировать. Именно так, потому что если вы откроете, вы не сможете здесь ничего вставить. Поэтому нажимаете вот так вот редактировать. Переходите в самый низ. Вот сюда в Enter вставляете и сохраняете. Сохранили. И теперь нам нужно еще перебросить сюда же GameConfig. Тот, который мы ранее распаковали. Все перебросили. И ребята, наш мод установлен. Все так вот устанавливаются данные диски. Сейчас мы зайдем в игру и я покажу вам, как их заспавнить. Ну и вот, ребята, запустилась наша GTA 5. И для начала давайте просто подпишемся на канал. Потому что даже Франклин, как видите, надел футболку. Подпишись на канал, чтобы вы подписались. Да, ребята. И есть, по сути, два способа, как заспавнить эти диски в GTA. Первый способ это установить, ну, как бы, первый способ это с помощью трейнера F4. Нажимаем Simple Trainer. Я вам сейчас его покажу. И второй способ это установить мод BennyMotoWorks. Но он у многих не работает. Поэтому я выбрал первый способ, как заспавнить данный мод. Запускайте данный трейнер на F4. Потом, ну, давайте сначала заспавним себе какой-то автомобиль. Я сейчас кастомный какой-то себе заспавню. Вот у меня в другом уже трейнере, кто устанавливает тачки на моем канале. Там есть разные видео по установке автомобилей. И тот знает, что у меня такой трейнер. Давайте X5M заспавним себе что-ли. И давайте вот так вот сейчас сделаем, чтобы вам было это все видно нормально. Чтобы сильно глаза не слепило и так далее. Ну, хотя бы давайте вот сюда отъедем. Я думаю, будет нормально более-менее. Хотя не очень. Сейчас такая просто погодка там в Лос-Антосе. Давайте ее сменю. Вот поставил я нормальную погоду. Ну и запускайте данный трейнер на F4 клавишу. Потом переходите в VEHCLE Options. Пятеркой. Выбирайте двойкой вниз, восьмеркой вверх. И здесь вам нужно выбрать VEHCLE Mod Menu. Выбирайте здесь VEHCLE Mod Menu. Нажимаете опять-таки пятерку. И переходите в вкладку ниже Change в Heal Type. Здесь у нас стоит SUV. Нажимаем пятерку. И шестеркой листаем. Нам нужно здесь выбрать этот Sport. Ищем здесь Sport, ребята. Вот он Sport. И сейчас переходим в вкладку в Heals. И здесь листаем. Смотрите. Здесь вот это вот стандартные. До... Сейчас скажу. До какого. Это все стандартные. По-моему до 43 или нет. Сейчас. Это все стандарт. Сейчас смотрим. Да, это все стандарт. Да, это стандартные. Это стандартные. А вот 51 колесо. Это уже пошли кастомные диски. То есть от 51 Sport до 103. Там это будут уже кастомные. Вот у нас такой вот Toyo Tires. Или как он правильно там называется. Японский. Потом у нас следующий. Вот такой вот диск. GDM. Ну это как бы для дрифта. Я сейчас на X показываю. Это все. Лучше было бы какой-то Subaru заспавнить. Но у меня его сейчас нету на этом модах. Такие диски крутые. Потом вот такие. Еще такой диск. Потом такой. Вот еще один. В принципе это довольно таки неплохой. Вот мне очень нравится данный диск. Вот немножко глаза мозолит. Это то, что там вот синие суппорта. Иксовские. Вот. От BMW X5 M. Потом вот следующий у нас такой диск. Потом вот такой. Вот такой еще. Вот. Вот эти вот тоже прикольные такие диски. Как они там называются. А вот видите. В принципе в трейнере вы можете посмотреть название. Vetsport. Вот SA60. Там так. Blitz. Потом Advan RJ Kill. Ну такие диски стандартные. Ну не стандартные. Имею ввиду как бы ну кастомные. Вот эти вот уже неплохо смотрятся на X5 M. Более менее. Вот эти тоже. Так это уже для дрифта пошли такие. Это тоже уже чисто GDM. Для чисто автомобилей. Для таких вот японских корчев. BBS или СССР. Как оно называется. А вот BBS. Вот они BBS диски. Ну как видите это ну не стандартные. То есть BBS в GTA нет. То есть это видите мод нормально работает. Потом NISMA. Есть такой Nissan. Меня тоже просил подписчик его установить. Возможно в скором времени я его установлю. Потом еще NISMA. Вот такой вот хромированный. О. Вот это вот крутой диск. Смотрите. RISE GTS. Тоже какой-то диск. Интересный. Такой как раз под X подходит. Нет. Немножко. Вот такой вот еще есть. Ну интересные такие вот диски поставил автор. 50 с чем-то. 53 по-моему. Это уже тоже GDM. Для дрифта. Ну на спортивном автомобиле смотрелось бы конечно неплохо. Ну и так тоже смотрится. Тоже довольно таки интересно. Потом еще вот такие вот стандартные. Обычные. Ну NK тоже диски. NK Tarmac Evo. Да. На Mitsubishi Evolution. Ну это и GDM. Они по сути есть как бы японские такие диски. Я в дальнейшем тоже покажу. Более интересные. Возможно. О. Вот такие вот еще. OZ. 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 Потом еще вот такие вот можете установить. Ну и последний тоже. Последний крутой вот этот тут. Toyota Ares. Давайте прокатимся хотя бы с ним немножко. Вот как раз на этот. На X. Нормально сели диски эти. Интересно меняются ли шины. Да. Посмотрим сейчас. Да. Шины тоже меняются. То есть видите. Оно по сути должно как-то влиять на сцепление с дорогой. Есть все стандартные. Они вот такие. Вот это все стандарт. Одинаковая шина получается. Да. Спортивная. Но тот который вы установили. То есть мы сегодня в этом видео. Смотрите. Это все разные такие крутые шины. Вот есть некоторые похожие. Но в основном все разные. Так давайте последний поставим. Этот 103 довольно таки неплохой. В принципе на X. Они смотрятся довольно таки нормально. Я сейчас его помою. Вот в этом трейнере. Fixed Vehicle. И вот нормальные такие диски ребята. По сути. По сути за спавнить их вы можете только так. Ну давайте на всякий заедем. Вот сейчас в VosCustoms посмотрим. Но вряд ли я не гарантирую, что они там заспавнятся сейчас. Раз уж мы уже здесь. Тогда можем заехать. Так вот он X у нас в VosCustoms. Давайте зайдем. Где они у нас колеса. Вот. Колеса. Спорт. Ну видите здесь только 26. Поэтому я рекомендую только через этот трейнер. Который Simple Trainer. И если вы заедете сюда. Они автоматически собьются. Поэтому они от них сбились. Вот. Поэтому вот так вот ребята. Разве что только в трейнере Simple. Другие трейнеры я тоже пробовал. Этот PC Trainer тоже там пробовал. Там не все получается заспавнились. Там есть некоторые, но не все. Поэтому только этот меню. То есть Simple Trainer. Ну смотрятся они довольно таки неплохо. Согласитесь что. Довольно таки крутые спортивные диски. Такие вот. Там есть на сайте. Руга. Опять моды и другие диски. Но способ там уже будет. Немножко другой. Я его покажу уже в следующих видео. Ну и там они какие-то тусклые были. Я думаю что этот GDM понравится и вам. Кому-то возможно тоже понравится. Ну если вам понравилось данное видео. По установке данных дисков. Подписывайтесь на канал. Кому помог этот способ. Также кто просит видео какое-то там. Установить с установкой. Я обязательно его установлю. Просто на эти диски мне просили. Чтобы я давно их показал на канале. Еще полгода назад. Наверное. Я там забыл. Поэтому пишите до последнего в комментариях. Пока я не сделаю тот или иной видос. Там пишите постоянно в комментариях. Чтобы я не забыл там сделать видос. Как вот. Который вы просите. Ну и спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И до свидания. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok